Привет-привет, друзья! Всем-всем добрый вечер! На улице вообще сегодня так здорово было днём. Я из окна видела, как солнце светилось, чуть ли птички не пели. Ну, даже несмотря на то, что на улице холодно, видимо, солнышко прогревало было. Ой, прям замечательно! Да и сейчас здорово вообще. Несмотря на то, что реально холодно. Пошла, мусора внесла. Что там мусор-то от меня? От меня одно столько мусора. То, чем занимается, наверное, предновогодняя суета. Суета, ага, точно. У меня вот точно предновогодняя суета. Что касаемо и в индустрии красоты. Ще здорово, так снежок хрустит, блин. Уч-вч-вч-вч-вч. Классно. Вчера, вчера приехала так поздно. Ещё за Вовкой ездила. Я позвонила маме. Время было часов 10, наверное. Позвонила маме, спрашиваю, чё, как там, Вовчик? Нормально, говорит, спит? Я говорю, ну, интересно, говорю. Вот, рано спать лёг. Он такая, ну. Через пять минут звонит мне. Он, говорит, домой бросится. Услышал, говорит, что ты звонишь, сразу же домой засобирался. Он, говорит, вообще я не спал, а лежал просто. Вот, подслушала, как обычно. Ушки грел свои маленькие. Пролажу, пролажу. Ну и вот. Пришлось мне ехать всё за ним. Потому что мы дома были вообще, наверное, поздно. Видите, я постелила коврики. Наконец-то, да? Пол зимы прошло. Я только постелила. Вот чё неудобное, они внизу. Их надо нормально закреплять. А то, когда залазишь, вот это, получается, задирается. Хотя вот такие штуки, они есть. И, ну, короче, задирается лучше. Ух, ух. Вот такие дела. Сегодня вообще еле встала. Мне так тяжело было. Не знаю, чё. Мы позавчера это шкаф собирали. Мы же спать легли в пять. Ладно, Данька, он выспался, он вечером выспался. А я вообще в пять легла, в семь встала. Вообще, как пьяная. Как пьяная. В хлам. В хламинго. Вообще, еле встала. Думаю, умру. Ну, ничего. Жива. Даже бодрячком. Короче, там мне заказы пришли, но я их завтра заберу. Не буду никуда заезжать. Поеду сразу же домой. Чё-то нужно сегодня делать. Надо чё-то готовить. Вкусняшку, что ли, какую-нибудь. Раз в недельку можно, да, вкусняшку. Поесть. А то вот. А то каждый день невкусно. Вкусняшка невкусная. Такая поехала, уже тронулась. И смотрю, что-то не то. Что-то не то. У меня руки замёрзли. Руль-то холодный. Почему-то нет подогрева руля. Оказывается, варечки потерял. Прикиньте. Бля. Вернулась обратно. Они там лежат, где машина стояла. Твою мать. Да пропусти ты меня, твою мать. Блядь, и как я, по-твоему, должна. Такие вообще... Есть куда залезть. И нет, надо встать, стоять. Безмозглый. Уже не первый раз. Вчера вообще машина въехала в этот сугроб. Один такой же. Сверхразум. Едет, как будто это, я не знаю, никуда не отъехать, ничего ни влево, ни вправо, ни сдать. И похеру ему, что там встречка. Так, что мне надо-то вообще? Что я хочу? Сама не знаю, что я хочу. Что-то вообще, я не знаю. Сколько раунд? Такое ощущение, что 30, блин. Еле-еле по этим колдоебинам езжу. Капец вообще какой-то. Наконец-то выехала на нормальную дорогу. Ни в 9 ничего не чистят. Никому нахер ничего не нужно. Вот хорошо, что мы в своем доме живем, но это же вообще... У нас даже в нашем доме никто не чистит. Представляете, что уж говорить о городе. Кстати, мне надо лопату. Блин, а я не хотела никуда заезжать. Придется в Галамар заехать. И то не факт, что она там есть. Блин. Ну, такая рассуждая у самой-то. А там уже все это. Снег, как сказать, прибился, стоптался. Там уже бесполезно что-то делать. Так что живем дальше, ждем весны, когда все растает. Да я не буду никуда заезжать. Пять ходи, блин. Пускай денег потратишь. Всякое говно. Глаза-то заведущие, руки загребущие. Все, что не вижу, все надо хватать. Хвать, хвать, хвать. Выходишь, минус 2 рубля. Блин, мне же нужно было прямо. Ой, почему такой тормоз? Скажите мне. Почему такая тупая? Твою мать. Короче, все, я поехала. Нахер надо завтра. В писту. В пинду. У меня голова реально не работает. Туплю, как всегда. Заеду сейчас в магазин. Не знаю, что купить. Не знаю, что приготовить. Гречка надоела, макароны надоели, все надоело. Но ничего, ничего. У меня печка так и не работает. Я же тогда масло поменяла. Они оказываются там... Только масло меняют. Больше ничего. К этому позвонила телемастеру, который мой... Он говорит, я не буду у тебя в коробке менять где-то масло. Там, говорит, какая-то диагностика потом нужна. Как-то там, короче, там по супер-мега-модному нужно заливать. Так что я, говорит, твою машину трогать вообще не буду. Я говорю, ну понятно. Хорошо, что ты мне это сказал. А то бы я потом прикончила бы тебя, если бы что-то не то. Пришлось мне ехать туда, и поэтому мой моторчик накрылся медным тазом. А сейчас мне вообще некогда куда-то даже ездить. Спасибо, кстати. Девчонки написали мне по адресам. Ну, блин, они все находятся в Красногорке. Мне по Синарке, где-нибудь здесь, недалеко, чтобы даже если машину оставить, сходить прогуляться. А там-то что я вообще? На мортише, тем более. Что там делать? А сидеть, ждать, это вообще не вариант. Меня аж потряхивать начинает, когда я жду и нервничаю. Беситься, ругаться, материться. Короче, из меня все зло выходит. Без, без. Холодно. Холодно. Забыла, прикиньте, песню. Потому что наша с Вовкой любимая. А без тебя так холодно. Крыша едет, дом стоит. Так, сегодня все, тогда хватит. С меня хватит на сегодня, все дела завтра, после работы. Я такая оделась, все в розовом. Вовка такой говорит, ты, говорит, как это, как свинка, говорит Пеппа. Я говорю, точно. Даже кто-то в комментах написал, свинка Пеппа. Как вы правы были, я реально такая. Все такая розовенькая, толстенькая, жирнехонькая, толстехонькая. Сегодня мне нужно разобраться с этим шкафом обязательно. Я это себе говорю уже второй день. Вчера я была просто без сил. А сегодня мне нужно взяться. Хотя я тоже сегодня без сил. Видно меня? Не видно меня? Но надо, надо, надо. Блин, у меня вообще времени нет на порядок наводить, на прогенералить перед Новым годом. Чтобы в Новый год зайти чистыми, красивыми. Короче, детям подарки уже есть. Одно и мне ничего дедушка Мороз не привез. Прикиньте, что вчера было. Прикиньте. Такой Вовка вообще мне говорит. Прикинь, говорит. Баба, говорит, ехала, ехала. И, говорит, ее останавливает Дедушка Мороз. И такой спрашивает. А вы Вовочку Коршунова знаете? Баба такая, говорит, да, знает. Мой внук. Знаете, говорит, передайте ему коробочку. Прикиньте, ему Дед Мороз уже подарки передает. Я говорю, ничего себе. Вот это да. И, говорит, интересно, что там в коробке? Я говорю, да, конфеты, наверное. А, не, не так, не так. Я говорю, и что там в коробке? Как ты думаешь? Не знаю, говорит. Вот я, говорит, хочу себя протестить. И, говорит, продержаться до Нового года. И в Новый год открыть коробку. И посмотреть, что мне там передал Дедушка. А потом что-то такие едем, едем. Это вчера было, я его забрала. И что-то он разговорился. Так что, говорит, я этот подарок-то съем, да и все. Я говорю, а, съешь. Так все, говорю, ты уже посмотрел, значит, что там лежит, да? Раз ты есть, собрался. Ты такой, ой, нет, нет, ну я так думаю. Ну, короче, отъехал. Конечно, посмотрел. Да там коробка-то, видно, что это. Конфеты. И, прикиньте, конфеты вытаскиваем точно такие же, как с другого подарка, который Костя с Леной привезли. Вообще один в один. Блин, ну спасибо за подарки, но конфеты вообще невкусные. Брат приехал с севера. Так называется конфеты. Брат с севера приехал. Ну, про Костя-то это актуально было. Но она невкусная, и там все невкусные. Вообще ни одной нет. Вообще лежит уже второй мешок. А, ну все-таки ночью-то он открыл, пока я спала. Я сегодня утром встаю, там все разворошено. Я думаю, может, конфетки хоть вкусные. Я такая пошарилась. Думаю, сейчас с кофем наверну конфеточку-то одну. Одну, вторую, третью, десятую. Смотрю. Херня полная. Время такое, да? Дурацкое вообще. Все какое-то вообще противное, мерзкое, отвратительное. Что людишки, что... Конфетки даже меня в этом плане подвели. Короче, я в Юстер заеду, не буду заезжать в пятерку. Хотя бы так-то мне надо бы туда. Не надо сейчас взять молока. Две плитки шоколада. Чего вам надо? Шоколада для кого? Для сына моего. Ладно, я отключаюсь. Продолжение следует...